Приветствую вас, приветствую вас, дорогие мои подписчики, те, кто попал на это видео, а те, кто попадает случайно, знайте, это не случайно. Сегодня мы рассматриваем тему треугольника, тему истинного отношения, намерения мужчины и к вам, и к вашей сопернице. И не важно, кто меня сейчас смотрит, жены, либо тайные девчонки, которые являются тайными, да, я не люблю слово любовница, у каждого свой выбор, у каждого своя жизнь, и у каждого свой опыт. Поэтому я никогда никого ни за что не осуждаю, и слово любовница, наверное, звучит больше как осуждение, да, и поэтому я говорю, тайная женщина, если вы такой являетесь, это видео для вас, если вы супруга и знаете, что у мужчины кто-то под прицелом, а либо подозреваете, сейчас это тоже можно выяснить. Итак, на двух колодах буду делать гран-табло, этого никто никогда не делал в интернете, я первая, так скажем, моя идея, мое изобретение, если хотите, это можно так назвать в мире карт. Конечно же, если вы пожелаете, и для вас лично такую ситуацию разложу. Итак, гран-табло, это выкладка карт, все колоды на столе, 4 ряда по 9 карт в каждой карте, и считывание карт в связке, что чего да как. Загадывайте своего мужчину, я пока держу интригу, я пока одну колоду убираю, тут она на моем сторонке лежать, а вторая, золотые мечты или норман, это будет расклад на вас и того партнера, которого вы просматриваете. Назовите его имя мысленно, произнесите его возраст, расплесите руки-ноги, чтобы информация была, прям шла потоком в вас, потому что каждый здесь возьмет свое от этого расклада. Визуализируйте его просто, вот просто в своей голове, можете посмотреть на фотографии, если она у вас есть где-то рядом. Итак, смотрите, в этой колоде, очень красивая, кстати, колода, я люблю на ней делать гран-табло на любовную сферу, потому что она чисто для любовной сферы, вот это мое мнение. Мужчина и женщина здесь представлены двумя картами. Там, где вот такое вот секси-пекси, да, и героиня такая же будет, это разговор о интимной сфере, интимной части сферы отношений между мужчиной и женщиной, да, между вами и ним, и, соответственно, об интересе глубоко интимным. И есть вот такой вот вариант, да, тоже и мужчина, и женщина в одежде, это разговор о духовных каких-то привязанностях, о духовной заинтересованности, то есть любим мы и душой, и телом, либо ни душой, ни телом, либо только чем-то одним, и вот это мы сейчас и будем рассматривать. В этой колоде больше, чем 36 карт, и те карты, которые не выпадают, я их тоже читаю. Соответственно, эти события между вами на загаданный период не произойдут. Итак, мои хорошие, смотрим. Кстати, хотел сказать, расклад-то делаю я на вас, да, истинные чувства и намерения мужчины к вам на загаданный период. Но дело в том, что в любом случае соперница, если у вас есть, кто бы вы ни были, она будет идти по карте змея, и вот мы посмотрим, выйдет она или нет, да. Я не рекомендую загадный большой период, ну, максимум, ну, максимум год-два, а лучше несколько месяцев. Чем меньше период загаданный, тем точнее проигрывается расклад, потому что многовариантность развития сценария ваших событий, вашей реальности, он очень велик, вот, многоварианты, вернее, в нашем будущем. Поэтому, посмотрев расклад, возможно, вы сделаете какие-то выводы определенные, и, собственно, расклад для этого и делается, ни один расклад не является приговором. И, посмотрев расклад, вы сделаете какие-то выводы и выберете другой путь, нежели тот, на котором вы стояли, да, по которому вы шли. Истинные чувства и намерения загаданного партнера вашего, к вам, девчонки. Покажите мне карты истинные чувства и намерения. Мужчины, к тем девочкам, которые меня сейчас смотрят, расклад, конечно, для девочек, на загаданный ими период. Истинные чувства и намерения мужчины, к тем девочкам, которые меня сейчас смотрят, каждый из них на загаданный, у каждого периода. Давайте сделаем преддиагностику, посмотрим, кто в каких энергиях сейчас, ищем мужчину и женщину. И читаем соседние карты. Это у нас будет такая предварительная информация. Это еще не сам расклад. Это преддиагностика называется. Вот вышли вы. И вышли вы своей сексуальной темой, такой, да, картой. Сзади у вас карта ребенок, а впереди карта якорь. Возможно, может быть, у кого-то проигрывается вариант такой, что вас связывает ребенок. Но всего, скорее, тут проигрывается этот вариант, что хочется возобновить эти отношения, вывести их на новый уровень. Либо у кого-то возобновить, либо у кого-то вывести на новый уровень, либо и то, и другое, на уровень стабильных сексуальных отношений. В первую очередь у вас в этом мужчине заинтересованность сексуальная. Пожалуйста, включайте голову. И здесь ребенок тоже выпадает не зря. Здесь разговор о том, что, ну, как-то вы немножко легкомысленно относитесь к своей жизни, к своему времени в этой жизни, да. И, может быть, к этим отношениям. Может быть, слишком зацепились. И дело в том, что хороших девочек, как говорится, тянет к плохим мальчикам, да. И это не просто так. Это идет из глубины, из, как правило, из детства, да. Как правило, девчонки уже в взрослой жизни всегда держат в голове образ отца, даже неосознанно. И сами себе в этом не признаются. И то отношение, которое вы имели к себе от отца, может быть, вы все время его ждали, и поэтому готовы партнера ждать, да. А может быть, он дарил вам много любви, но очень жил не с вами, и опять вы приходили к той идее, что надо постоянно ждать и получать эти эмоции. То есть эти эмоции, те эмоции, которые вы получали когда-то от отца, вы жаждете теперь получать, откуда другим взяться. Это ваш жизненный опыт, другого нет. Теперь жаждете получать от партнеров, да. И поэтому, получается, имеете то, что имеете. И тут как раз вот об этом разговор, что всего скорее опыт из детства какой-то к вам идет. Смотрите, какой мужчина интересный вышел. А мужчина-то вышел у нас, вот такой весь в одежде, со своей духовной, и смотрит он на карту сердца. Мужчина сейчас находится в энергиях любви по отношению к вам. Те, кто меня смотрят, любят. Но за спиной карты Лили. То есть мужчина хочет держать эту любовь под контролем, да. Хочет этой любовью, вот это совершенно неверная позиция, это в ущерб его здоровью в первую очередь, его детям во вторую очередь, держать под контролем вот эту ситуацию с этой любовью. То есть иметь ее всегда, удовлетворяя по карте Лили свои какие-то личные амбиции, да. Может быть, вы очень хороша внешне, и ваша соперница проигрывает в чем-то, и мужчина просто его прет от того, что такая женщина, как вы, уделяет ему столько внимания и столько желания, да. Вы же его желаете. Его это просто вот сводит с ума. Но по карте Лили, повторяю, идет разговор о том, что мужчина этой любовью тешит себя, не хочет ее отпускать, хочет держать все под контролем. Это была лирика при диагностике. Мы теперь все вкладываем в колоду. И, собственно, начнем дальше с самым раскладом. У его чувств и намерений к вам. Загаданный вам период. Истинные чувства и намерения. Да, мужчина имя называйте. Кто девочки, которые меня сейчас смотрят? Первая карта в раскладе очень важна. Она задает тон всему раскладу. Здесь карта аисты, карта стремления, карта движения. Выпадает она в доме всадника. Карта стремления. Может у кого-то проиграться в будущем беременность. Вот этого человека. Может и человек вам сам предлагает, давай родим кого-то. Может быть, вы находитесь на расстоянии и встречаться вам приходится, преодолевая какие-то пространственные преграды. И вот, пожалуйста, следующая карта у нас, карта совы. Это карта тяжелых отношений, когда кто-то в неравной позиции в этих отношениях. Я сейчас сначала выложу. Вот вы выпадаете опять этой сразу же своей сексуальной такой карты, которая вы в своем доме выпали. Дом-дом это четвертый дом. И вы выпали в доме-дома, где вы всего скорее принимаете этого партнера. Смотрите, как здорово. Выпадает он и выпадает он. Вы смотрите друг на друга. Единственное, что интересует у вас друг друга, разный. А вы знаете, может быть, по этой карте, то, что мужчина сразу вышел и вышел в доме-судьбы, в доме-дерево, просматривается тот разговор, что мужчина догадывается. Догадывается о том, что вы в первую очередь завязаны на нем, как на сексуальном партнере. И может быть, ему немножко не хватает, да не немножко всего, скорее немножко не хватает уверенности в вас. А что будет, если убрать из вашей жизни сексуальные отношения, да? То есть мужчина явно рассматривает вас для длительных отношений, видит вас как судьбоносную партнершу. Еще раз повторяю, не важно, кто меня сейчас смотрит, либо жены, либо девочки тайные. Это не критично сейчас. Если у вас похожая ситуация, значит, если вы жена и подозреваете супруга, то это для вас. Вы возьмете что-то свое с этого расклада. Если вы тайная девочка какого-то мужчины, то возьмете свое. Только смотрите, вы напротив друга. И мужчина, а судьбоносный, он с вами, да, он с вами связан кармически. А вот у нас третье лицо, пожалуйста, третье лицо, все вместе. Дело в том, что те карты, которые в пизде у загаданного героя, а вы и он, загаданный герой, расклады для вас сделают, это возможно будущее. Те карты, которые в ногах, это действие. Те карты, которые в голове, это мысли. И вот смотрите, все трое выпадают в верхнем ряду, а в мыслях-то ничего. То есть, все происходит на эмоциях. Никто не хочет здесь думать, никто не хочет, либо не может анализировать. Вот она, карта вторая, любовного треугольника. В этой колоде, к слову сказать, две карты любовного треугольника, и все заканчивается. Крепко вы повязаны, ребят, конечно, что тут крепко, и все заканчивается картом дерева, в доме букета. Это говорит о том, что тут массу можно использовать поговорок, хороший левак укрепляет брак, это про вас. Судьбоносные кармические партнеры, которые кому-то, чего-то должны с прошлой жизни, это про вас, причем вы все трое, в разных вариантах. Есть такое ощущение, кстати, что у вас еще тоже кто-то есть за спиной, либо какой-то бывший, помимо вот этого партнера, либо вы просто хотите двигать эти отношения к примирению, закрыть глаза на то, что мужчина не свободен, либо на то, что имеет кого-то под прицелом. Но я вам хочу сказать, что змея здесь выпадает в доме туч, и женщина страдает. Женщина страдает. Если вы с загадным вашим мужчиной тут как-то эмоционально близки, физически близки, то та женщина страдает, и рассчитывая, она тоже в душе дала какое-то, знаете, такое согласие, что пусть будет так, лишь бы только ни одной. И вот таким макаром вы все очень-очень сильно завязаны. Именно на эмоциональной сфере, как говорится, никто не хочет уступать, никто не хотел умирать. Давайте выкладываем второй ряд истинное чувственное намерение мужчины. Это девочки, которые меня сейчас смотрят. Карта коса на своем месте, это место силы. У каждой карты свой дом под ее номером. И смотрите, мы посчитаем разы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Карта косы, карта каких-то стремительных развитий, событий, сценария, в отношениях. Когда карта выпадает в своем доме, это место силы, на нового расклада. Смотрите дальше, что у нас дают нам высшие силы. Одиннадцатая карта тоже выпадает в своем доме, это карта метлы и карта ссор. То есть, эмоциональные качели на загаданный период, обеспеченные в доме любого треугольника, карта букет. То есть, мужчина не планирует разрывать отношения ни с кем, он готов выяснять отношения с той и другой, и каждый доказывать, не хочет он никому врать. Возможно, вы с вашей соперницей знаете друг от друга. Никому он не хочет врать, он хочет каждый доказать свою позицию, и он считает, что его позиция правота, что он может себе такое позволить. карта Лилии, вот она вышла, которая была у него в предиагностике, и эта карта говорит о том, что она в доме, в дверье, у мужчины очень сильно развит эгоизм, эгоцентризм, то есть, удерживать двух женщин возле себя, не давая ни той, ни другой, ни малейшего шанса выскользнуть из этого треугольника, выломать дверь, так сказать, и уйти, ему нравится эта ситуация. Тут вообще разговор о шведской семье какой-то, прям. Да, да. В доме собаки у нас выпадает карта Якорь, то есть, вы всегда стремитесь урегулировать какие-то конфликты между вами с этим человеком, но морочите себе голову, находите в самообмане. не видя истинных каких-то своих проблем. Дело в том, что, девчонки, не обижайтесь, те, кто встречаются с несвободным мужчиной, и я сейчас вот, а девчонка, которая свободная, а мужчина не свободен, допустим, да, говорю, то есть, вот по такой ситуации даю сейчас вот оговор, это прямой путь стать невротиком, понимаете, задумайтесь об этом. То есть, если вы и дальше планируете одно дело постричаться для интима, ну, как говорится, для здоровья, я, конечно, эти вещи не одобряю, но дело в том, что, ну, допустим, да, ну, вот, да, вот, зависимо от отношений интимных с этим человеком, но не планировать с ним будущее, ну, может быть, это где-то и выбор, может быть, где-то это пусть так и будет, но дело в том, что если вы хотите замуж и встречаетесь с несвободным мужчиной, это уже показатель того, что у вас куча невротических проблем из детства пришла во взрослую жизнь и не отпускает вас. Так вот, смотрите, в ногах у вас направление на себя духовное, то есть, почему вы в этих отношениях, почему вы с этим человеком продолжаете на загаданный период оставаться, да, потому что вы развиваетесь. А вы знаете, я оптимист и искренне радею за каждого из вас и каждую из вас, чтобы вы стали оптимистами, поэтому здесь есть, давайте, так скажем, во всем чем-то, что не нравится искать плюс, и здесь плюс есть, здесь плюс есть, вы берете через эти отношения направление на себя новую, вы идете в трансформацию через эти отношения, то есть, возможно, настанет, либо вы ждете, ну, неосознанно, конечно, либо настанет тот момент, когда капля терпения, когда капля страдания переполнит чашу терпения, и вы на 180 градусов, чуть не сказала на 360, это 360-ый век по кругу, вы на 180 градусов категорично и осознанно измените свою жизнь и станете другой, и станете той другой, которая будет сама себе нравиться, но вы к этому еще не пришли, смотрите, у мужчины в ногах карта крест, в доме лисы и лиса в доме крест, то есть, мужчина вот на загаданный период устал от каких-то обманов и дал себе слово никому не врать, но и никому не отпускать в доме сердца карта горящие мосты. Что я и говорил ранее по поводу его эгоцентризма и желания не отпускать ни то, ни другое, в доме кольца у нас карта кубики. Мужчина играет этими связями себе во благо, он таким образом удовлетворяет те свои тоже из детства пришедшие бессознательные программы, которые требуют энергии, требуют энергии, развивают игру, учищайся, придумывай что-то, делай себя таким, что ты любишь обоих, а может он действительно любит обоих, смотрите, он у вас в середине, соперница вы, а он посередине. Далее давайте, пока больше ни вас, ни его нету, так, вот он выпадает у нас в доме письма, и смотрите, впереди у него ничего нет, да, то есть дальше у меня стол, расклад у вас заканчивается, и то есть мужчина, так скажем, больше заинтересован в вас как партнерша духовной, как женщине, которая дает ему может быть много ласки, заботы, внимания, питает его энергией, а вы-то в нем заинтересованы, вы в нем видите крутого мачо, да, вот у вас тут почувствуйте разницу, как только, если у вас горячие мосты происходит там эмоциональный какой-то вдрызг, да, такое ощущение, что вы первые идете мириться, но он тут же принимает с благодарностью ваше примирение, мужчина считает, что он достаточно вкладывается в отношения с вами, так что расплату мы все-таки делаем на вас, вот, и вы смотрите, еще одна карта, то, что у вас в ногах, это карта всадника, вы держите в голове идею, что этот мужчина на вас женится, потому что в доме всадника карта есть, это карта, которая задала в доме ключа у нас выпадает сердце, смотрите, какие мудрые высшие силы, как они, интересно, все-таки ложат карты, прямо, конкретно, не абы как, а под ситуацию, в самом доме сердца, вот 24-я карта, в самом доме сердца у нас горящие мосты, да, то есть, это эмоциональные качели, а само сердце в доме ключа, и тут разговор о том, что все, скорее, это будет продолжаться в загадываем период, вот, и тут знаете, что мужчина еще боится, вот этот партнер, про которого мы с вами сейчас смотрим, боится одиночества, поэтому, поэтому у него на бессознательном сидит программа окружить себя как можно большим количеством поклонить, поэтому он и вышел, здесь у нас вот такой карты, карты в одежде, то есть, мужчина боится одиночества, глубоко боится одиночества, может, его мама в детстве одного запирала в комнате и выходила на работу, может быть, он где-то, может, ну, не знаю, может, болел в больнице, сидел, и у него осталась вот эта вот программа страха одиночества, беспомощности, остаться именно без женщины, понимаете, и это страх одиночества связан, конечно же, с мамой, и, соответственно, перенос происходит во взрослую жизнь на партнершу. Давайте смотреть, что не выпало. Вывода отношений на новый статус, об этом карта, ребенок, и я хочу сказать, тут происходит загадный вам период в отношениях между вами определенный сдвиг, но такой однобокий с вашей стороны. Вы начинаете расти, хоть и не отпускаете эти отношения, но многое уже начинаете осознавать. Не выпадают карты медведь, то есть в какой-то степени, раз вы начинаете расти, соответственно, повторюсь, те карты, которые не выпали, эти события, так скажем, значения не участвуют в загадном периоде. Так вот, мужчина медведем не выпал, медведь не выпадает от нас, но медведь у нас те же самые лилии. И разговор о том, что мужчина не настолько силен по воле, по своим жизненным принципам, каким он себя позиционирует перед вами и перед той женщиной. Понимаете, еще раз говорю, у мужчины вот у этого проблемы идут из детства. Он глубоко боится одиночества именно на этом основана вся вот эта ситуация. Не выпадает карта ключ. Ситуация в загадной вам период не разрешится. То есть ни туда, ни сюда, я об этом говорила ранее, но мужчина не уйдет ни от вас, ни от нее к вам и не предложит никакого компромисса. Он готов вести какую-то, как он считает, честную игру из той и с другой. Да, мне надо подождать, да, мне надо разобраться, видите, у него надо письмецо. Да, я не могу выбрать, да, вот, все будет хорошо. И будет говорить это каждый. Не выпадает карта часы. Это карта, когда отношения навсегда. Понимаете? Так как расклад на вас, то все-таки тут есть такой неприятный нюанс, что все-таки несмотря на то, что обоими картами выпали вы и он, уже как бы говорит о том, что мужчина сильно заинтересован в отношениях. На базе чего заинтересован, я ранее сказала, но все-таки вот именно такого потенциала в том, чтобы жить до гроба дураки оба, это вот не про вас. Не выпадает карта путаницы. А я вам скажу, почему. Ну, потому что у мужчины в ногах тут вот такие вот карты, как крест леса и письмо, мужчина будет каждый из вас подавать информацию ту, которую она хочет слышать, видеть, читать. И, соответственно, каждая будет считать, что уж ей-то повезет, уж с ней-то он точно останется. Понимаете? Там путаницы в голове ни у кого нет. А мужчина знает, что он хочет, я это обозначала ранее. Не выпадает карта гора каких-то препятствий во встречах у вас не выпадает карта гроба. Это карта возрождения, выхода на новый этап. Я говорила об этом, когда не выпала карта ребенка, это лишь подтверждение. Не выпадает карта солнца. Дело в том, что в доме солнца у нас карта всадник, которая у вас же в ногах. И разговор о том, что тут ваша... Во-первых, вы... Понимаете, я говорила поговорку, никто не хотел умирать. Вы тоже из-за своей гордыни, держите за эти отношения, не хотите чувствовать себя проигравшей. А я вам скажу, может быть, это станет для вас какой-то полезной точкой отчета в этой ситуации. Я вам скажу, что здесь не может быть ни выигравших, ни проигравших. Пожалуйста, отпустите эту идею бороться за победу любой ценой. Выигрыш ваш личный комфорт. А если вы уже с кем-то боретесь за этого мужчину, для женщины это ненормально с кем-то бороться за мужчину. Это мужчина должна бороться за женщину. Вот это нормально. Понимаете, то есть вы уже в энергиях какого-то определенного дисбаланса и неуважения к себе. И где-то глубоко, где-то глубоко вас свербит за это вина, чувство вины самой перед собой. И вот вот эти карты, что вы тут собираетесь идти в трансформацию, собираетесь идти в новое. И поэтому страсти то у вас к нему потихонечку будут как-то отрезвляться, почему вы будете у меня. Не выпадает карта лицемерия. Смотрите, мужчина совершенно искренен. И я могу его понять. Да, он искренен в своих чувствах и то, и другое. только основу помните у этих чувств какая? Страх, одиночество. Не выпадает карта клевера. Это карта удачи, карта изменения обстоятельств так, что не будет этого любовного треугольника. что подвернется, допустим, мы не будем так говорить, что она под травмой попадет. А что вдруг тут растворится такой необычный шанс для вас, что вдруг партнерша вторая растворится в воздухе. Нет, такого шанса не будет. И сливать энергию вы все равно тут будете продолжать этому человеку. и не выпадает карта кольца. Разговор о том, что тот, кто смотрит, кольца от этого партнера не получит. замужество не произойдет. Если смотрят женщины замужние, то разрыва брака не произойдет, потому что коса и метла здесь имеют место силы в этом раскладе и находятся на своем месте. Дело в том, что я вам хочу сказать, что партнерша тоже заводит эту ситуацию, она тоже хочет быть победителем. Но я вам хочу сказать, что в загаданный период есть страдания и достается душевных больше. Вы как-то больше тут на коне себя чувствуете, конечно. Так что вот ваше трио тут прямо знаете, можно даже снимать мелодраму всего скорее. А теперь такой небольшой сюрприз. Ну почему небольшой? Очень даже большой. Я уже полчаса с вами разговариваю по теме первого расклада, по теме его чувства и намерений к вам. А теперь я беру другую колоду, обычную классическую на 36 карт. Она немножко поменьше по размерам и по количеству карт. И смотрим его чувства и намерения вашего партнера именно к ней. То есть картой дамы будет уже ваша соперница, а вы будете карты змея. И мы теперь рассматриваем их отношения, его истинные чувства и намерения на тот же загаданный период. Если вы знаете свою соперницу имени возраста ее, то можете обозначить сейчас в своей голове именно что он собирается в загаданный период чувствовать к ней и делать в их отношениях. Вот это я переверну, чтобы это у нас с вами, потому что это уже отработано материал. Итак, истинное чувство и намерения загаданного мужчины в загаданный период к той женщине, о которой вы знаете. Давайте ее назовем третьей лишней. Она будет проходить по карте дамы, ваш партнер будет проходить по карте мужчину. Истинное чувство и намерение загаданного вами мужчины к той даме, о которой вы знаете. На загаданный вами период. Итак, давайте смотреть тоже при диагностике что происходит в энергиях. вышел он. Он хочет примириться с этой ситуацией. С одной стороны у него крысы, с другой стороны карта собака. Смотрите, то есть мужчина прекрасно понимает, что он тут крысятничает по отношению к той и к другой, но хочет, чтобы это все было тихо, мирно, чтобы никто тут не дрался, не ругался и хочет как-то эту ситуацию занять, не сделать такой конфликтной, да, потому что у нас вообще в этом были конфликты очень рьяные, резко возникающие. Ну как из того и с сего, конечно, из того и с сего. Ищем ту, да, смотрим. она в каких нервах. Так, вышла она и опять карта любовного треугольника. прекрасно знает, что кто-то у него есть, ну даже если и не знает, то чувствует точно. Но это одно то же самое, что и знает. У женщины внутренние конфликты в душе, ну я говорила и по первому раскладу было видно, что она очень сильно страдает и она смотрит на карту любовного треугольника. То есть она осознает, что она проходит этот опыт в жизни. Ну возможно когда-то ее душа перед воплощением подписалась на этот опыт. Мы все скорее все вместе подписались на этот опыт где-то там на облачке сидели и говорили. А ну-ка давайте-ка сыграем в такую игру один мужчина и две женщины. Кто тут будет женщина у нас? Поднимите руку. Кто хочет мужчиной быть? Поднимите руку. то, что души как таковые полы не имеют. Я напоминаю я регрессолог если вам эта тема интересна возвращайтесь. Также провожу погружение в прошлой жизни как раз от темы треугольников очень хорошо просматривать через регрессии и становится гораздо легче потом отпустить ситуацию. Так вот смотрите женщина страдает. Женщина прекрасно знает что она не одна что она в этой ситуации обделена карта что так скажем знаете загнано в угол вот так сказала загнано в угол в этой ситуации делаем расклад прямо на этот кладем потому что всего скорее многие карты будут совпадать несмотря на то что это чувство и намерение его к ней к той сопернице о которой вы сейчас подумали первая карта то есть женщина понимает что ее обманывают чувствует себя одинокой и хочется вырваться и из этого состояния но она хочет двигать ситуацию двигать не получается сидит и ждет когда что-то изменится всего скорее всего скорее либо эта женщина планировала выйти замуж за этого мужчину создать семью либо она является женой с па г с с с и с с и То есть я придумала. То есть я придумала. То есть, знаете, как говорится, плещи в глаза, все божьи роса. Вот у него есть такая позиция. Женщина по карте змея, это, соответственно, теперь уже вы в этом раскладе, очень значимо. Она в доме медведя. Но вы тоже страдаете, медведь, в доме туч. Помните, как у нас в прошлом раскладе змея была в доме туч? Тоже плачете. У него с этой женщиной конфликты. И он менее готов с ней идти на примирение, нежели, допустим, когда ругается с вами. Здесь карта сад на своем месте. Это говорит о том, что у человека сад это социум. Сад это социум. И в сего, скорее, загаданный период они мало будут общаться. Дело в том, что сад это социум, и мужчина этот зависит от социума. И опять, смотрите, у него на головой карта башня. Он боится одиночества? Он боится одиночества в будущем. Смотрите, выпадает у нас вот та женщина, на которую теперь делаем его чувственные намерения. Она выпадает в доме крыс. То есть, та женщина собралась мстить. Вместо силы этого второго расклада карты сердца в своем доме, она очень любит. И она тут неслабо собралась, встречаться даже с вами. Видите, в доме кольца карта садник. Разбираться с вами, идти с вами на разборки, выходить с вами во связь. Искать выход из этой ситуации. И потом уже, если вдруг это не получится, с вами разобраться, убрать вас с своего пути, то думать, что делать дальше. То есть, она стоит на выборе. Ее колбасит, конечно, и она стоит на выборе. Она считает, понимаете, она считает, что это вы виноваты. Она же не знает, что его там в одной комнате в темной мамаша запирала. То, что я вам ранее говорила в том раскладе. Она считает, что это вы виноваты, причиной того несчастья, что это вы уводите партнера. На самом деле, у каждого своя здесь программа работает. И это называется в нужном месте, в нужный час встретились люди. Каждый со своей внутренней бессознательной программой находится в этих отношениях. Благодаря каждой. Она скрывает свою потребность в любви этого человека. Она его очень любит, я вам хочу сказать. Да вы тоже любите. Вы с ней объединяйтесь на карте сердца. Да, женщина собралась мстить. У нее в ногах карта коса. Будьте осторожны. Мстить ради того, чтобы примириться с партнером. Либо мстить. У кого-то может проиграться ради того, чтобы отомстить и вам, и ему, и выйти из этого любого внутреннего треугольника. Здесь вот такой вот вариант. Если вы не планируете выходить из этого, вы планируете идти в трансформацию по пути осознания. И я, кстати, хочу сказать, что в принципе путь верный, пусть долгий, но, а может, его быстро пройдет трансформацию, да, то у женщины другой путь. У нее тут путь махать шашкой, разобраться со всеми, всех застрелить, всех закопать и уйти. И уйти в поле. Как скажем, вот такие вот у нее тут желания. То есть, женщина может попробовать от этого мужчину забеременеть. Либо у кого-то проигрывается ситуация, чтобы удержать партнера. Вот ей может такая фишка прийти в голову. Либо, либо, смотрите, может как раз может происходить ситуация, когда партнерша не может забеременеть от этого мужчины. Понимаете? И, соответственно, считает, что это причина. Она же и в себе тоже ковыряется, почему все это произошло, да. То есть, тут женщина находится в иллюзиях. Вот помните, первая карта, я говорила, задает тон всему раскладу. И тут разговор о том, что партнерша, та вторая, настолько осознанна, насколько вы. у вас своя бессознательная программа держит вас в этих отношениях, а у нее куча иллюзий. У нее куча иллюзий. Она не хочет быть обманутой. И, когда, знаете, когда человек сильно чего-то не хочет, он это притягивает, вот у нее лиса впереди. То есть, обман с его стороны, как таковой, хоть мы и говорили в том раскладе, что мужчина обманывать не хочет, но одно дело не ходить, другое дело делать, да. Ее адрес будет продолжаться. По крайней мере, она с ее, может быть, он-то и не будет обмать. Может, он будет говорить, не надо разобраться. Может быть, она тут, кстати, забеременеет, и он опять встанет на выбор, потому что у него, видите, впереди гора. То есть, он вообще не знает, что делать с этим любовным треугольником. Может быть, та вторая партнерша забеременеет. Вот. И это только усугубит ситуацию. Но послушайте меня, когда-то должна быть какая-то последняя, последний штрих для того, чтобы все пошло в ином направлении. И, возможно, тут беременность вот этой вот женщины, вам даст возможность осознать, что пора тут, что семьи тут с этим человеком у вас не получится, поставить крест на примирениях на вечных, да. Любовь любовью, дружок, я тебя буду любить на расстоянии, я сильная, вы в доме медведя, вы сильнее той женщины. И морально, и, может быть, даже физически. Вы осознаннее, я уже это говорила, вот в чем дело. Та женщина, кстати, все ускорее моложе его, и моложе вас, наверное. У нее меньше опыта. Ей, я вам скажу честно, ей хуже, чем вам. Как можно мерить, да? Как можно мерить, кому хуже, когда происходит такое в жизни? то есть она сама себя, по сути, даже несмотря на то, что будет у нее беременность или нет, она сама себя уговарит разорвать эти отношения, а может быть, даже избавиться от ребенка, назло ему, таким образом, подчеркнуть, любой ценой, подчеркнуть в себе статус победителя. Я еще раз говорю, в этой ситуации, ну может быть, ни победителя, ни проигравших, поймите, пожалуйста, у каждого свой опыт. Каждый берет из этой ситуации что-то для себя и несет дальше. Понимаете? Да, две женщины любят одного, мужчину во внутреннем конфликте, просто из-за того, что боится остаться один. Он боится обоих потерять. Он боится той ситуации, да, он боится принять решение, и, видите, тут наискосоку в будущем боится принять решение по поводу того, поэтому никуда и не двигается. Видите, в доме корабля у нас карта якорь, а сам корабль в доме якора они поменялись местами. И боится вообще ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Понимаете? Он боится принять какое-то решение, потому что он боится, что обе от него отвернутся. И где он еще двух таких дур найдет себе для того, чтобы поддерживать свою самооценку, для того, чтобы быть в статусе вот таким вот прямо крутым мужиком. А многие любят иметь двух женщин, тайну и супругу, для того, чтобы где-то трепаться. Там, а моя-то? А у меня вот это, а у меня так-то. Задумайтесь об этом. И тут мужчина, понимаете, не собирается, вот по большому счету, он как-то зависает. Он не собирается вкладываться ни в те, ни в другие отношения, в плане как-то задабривать какую-то из женщины, в плане как-то... А потому что у него нет, в приоритете ни той, ни другой. Потому что у него в приоритете личные страхи. И вот вы, девчонки, те, кто меня сейчас смотрят, вам вот этот трус нужен? Либо вы тоже такая труслива, что боитесь остаться одна. А я вижу, вы не боитесь остаться одна. Вы не боитесь. Либо в загаданный период, потому что расклад все-таки на будущее, в загаданный период вы придете к пониманию того, что вы не боитесь остаться одна. Вы это проработаете, этот страх. У вас этот внутренний конфликт уйдет. И все, ускорево оставите этого мужчину, потому что, смотрите, здесь, когда соперница начнет махать шашкой, мужчина ничего не будет предпринимать, то есть он ни ее не будет защищать от вас, ни вас от нее не будет защищать, вы решите, скажете, ну все, с меня хватит, это кино я выключаю. Сделайте это осознанно, и вам станет легко. Потому что вы поймете, что вы-то тут имели серьезные цели, планы, вкладывались, не по-детски, да, он как-то, я даже его безответственно не могу назвать. Я не могу его назвать, мне его жалко, понимаете, вот, сделав эти два расклада, мне его жалко, потому что мужчина на самом деле в самом проигравшем варианте. Есть риск, есть риск, что обе женщины от него откажутся, но вы, вот я вижу, в будущем вы откажетесь точно, независимо от того, кто меня смотрит, либо супруга, либо тайная девочка, неважно, вы рано или поздно поставите крест на этих отношениях, и просто ваша душа поднимется вверх, станет легкой, и вы всего скорее встретите другого партнера. Но пока, на загадный период вы все повязаны, вы смотрите, любовный треугольник, она, вы, кольцо. Есть еще один нюанс, всего скорее вы так или иначе эти отношения инициировали с этим человеком. Вот почему вам не хочется как бы отпускать их. Вы считаете, что вы уже достаточно много времени потратили, душевных сил, энергии, эмоций, а как теперь от этого отказаться? Да никак, это был опыт. Просто, просто оцените себя и подумайте, человек, понимаете, какая ситуация, что мне хочется до вас донести через эти два глубоких расклада. Мне хочется до вас донести ту идею, что, ну, допустим, ну, допустим, уберете вы соперницу своего пути, да, будете вы с ним вместе, кстати, вы у него впереди, тут мужчина, не смотря на то, кто вы для него, вы для него в приоритете, у вас более крепкие позиции, но вы и лучше себя и цените. Вот в чем дело? Идею упустила, что хотела сказать только что. А, да, вы у мужчины на линии, да, и в загаданный период вы тут перестаете с ним мириться после всех этих конфликтов, после всех этих эмоциональных качелей. Любовь, любовь, вы скажете, ну, я устала, у меня своя жизнь. Вы будете приходить к осознанию, что вам это не надо. А вы с ним поговорите. Если вот у вас очень сильно резонируют эти два расклада, эти два гранд табло, которые вот так тесно пересекаются, кстати, могу для вас лично такой разложить, сделать вариант. Так вот, если у вас, говорите, а не было ли у него в детстве, вот что у него из детства на маму такое может быть с одной стороны кажется смешное, а с другой стороны очень обидное вспоминается. И он наверняка расскажет ситуацию, о которой я ранее говорила, что либо его где-то оставили одного надолго, и он начал переживать, у него эта программа залегла глубоко на подсознание, триггерит его. Ему к психологу, ну, ко мне. Ну, вот такая, дорогие, ситуация. Разрыва я не вижу. Я вижу тут нервозность, со стороны той женщины, которая будет менее выдержана, нежели, допустим, вы в загадный период. Ну, вы через этот опыт будете приходить к осознанию того, что какая вы, и смейте разобраться на почве той информации, которую я вам дала сейчас, что тело-то тело, а физическое влечение, интимное влечение это одно, а те бессознательные программы, которые в нас сидят и заставляют нас любить плохих мальчиков, это другое, что надо с ней разбираться, да, и убрав эти программы, можно легко освободиться от любого другого, и найти счастливые отношения, обрести, поверьте, я вас обнимаю, я вас обнимаю, я желаю вам искренней счастья, если зацепило тем, обращайтесь на консультацию, а как записаться на консультацию в описании к этому видео есть телефон.